Всем привет, друзья! Сегодня у нас подборка полезных советов, которые стоит увидеть. Поехали! Работая с плиткой, лучше использовать резиновую киянку для подравнивания плитки. Но если киянка сломалась или ее нет под рукой, а работу надо выполнить, то вот один из вариантов, как можно доработать обычный молоток, чтобы он не колол плитку. Зажимаем молоток в тиски, наматываем малярный скотч и заливаем все горячим клеем. Таким образом, на бойке молотка у нас есть мягкая накладка, с помощью которой можно спокойно работать с плиткой. В мастерской всегда скапливается много остатков и лишнего мусора. И собирая все в мешок, приходится лишний раз нагибаться, каждый раз расправлять этот мешок. Это, короче, неудобно. Чтобы решить эту проблему и создать немножко комфорта, скажем так, поможет обычный канцелярский зажим. Цепляем его к стене на пару саморезов, а потом за канцелярский зажим цепляем мешок. И таким образом наводить порядок и марафет станет намного удобнее. Не надо лишний раз мучить свою спину, да и когда руки заняты, можно спокойно выкинуть весь необходимый шлак. Если есть необходимость протянуть металлический трос, а для фиксации нет специальных зажимов, то просто возьмите обычный саморез и вкрутите в отверстие, прям в центр троса. Таким образом держаться будет тоже довольно хорошо. Я старался прям реально выдернуть этот трос, но у меня не получилось. В моей мастерской сейчас трудятся инструменты от компании Makita. Подбирая себе инструмент, друзья, всегда говорю всем и рекомендую собирать одну линейку инструмента на базе общего аккумулятора. Таким образом, купив пару аккумуляторов, в дальнейшем сможете докупать только тушки инструмента и расширять свою линейку. Инструмент Makita давно себя зарекомендовал на рынке, а более подробные обзоры рекомендую всем заценить и отслеживать на официальном канале Makita. Ссылку оставлю в описании. Ну а подобрать и выбрать для себя девайс, а также посмотреть отзывы, рекомендую зайти на всеинструменты.ру. Можно поймать крутые акции, поэтому заряжайтесь крутым инструментом и все подробности по ссылке в описании. Из обычного бруска и пары канцелярских зажимов можно сделать по-быстрому неплохой рейс для разметки отверстий. Для этого брусок кидаем в тиски, размечаем пару отверстий, делаем небольшое рассверливание и зажимаем зажимы на пресс-шайбу. Остается только вставить линейку и, пожалуйста, делай разметку, сколько тебе нужно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если взять десяток простых клипс для проводов и автомобильную стяжку, то можно быстро сделать хороший органайзинг. Для этого на стене с помощью уровня черчу линию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вкручиваю пару саморезов для натяжки стяжки. И потом в руки берем молоток, клипсы и примерно на расстоянии 4-5 сантиметров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И у нас получится отличный держатель. Сюда можно ножи, отвертки, стамески. И все, что плохо лежит и хочется, чтобы было на виду. Пользуйтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делая отверстие в древесине, случайно можно сделать удар патроном и оставить мятину на заготовке. Чтобы этого избежать, сделайте разметку. Возьмите обычную шайбу и сверлите прямо через нее. Таким образом, если уж вдруг рука дрогнет, то патрон ударится об шайбу. И мятины не останется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если у вас есть необходимость завести провод вдоль стены, то тут быстро решить эту проблему поможет шайба и неодимовый магнит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цепляем за шайбу шнурку, заводим за фанеру и с помощью магнита тянем в нужное нам место. Таким образом, можно сделать дополнительную розеточку, подвести освещение, способ рабочий и даже применял не один раз на своем опыте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы в мастерской шнурка или печевка не валялась, не путалась, а потом ее, чтобы не разматывать, не распутывать, возьмите пластиковую бутылку и отрежьте ее, как показано на видео. Далее крепим к стене на обычную пресс-шайбу, закидываем клубок вовнутрь, край вытаскиваем через пробку, и у нас получается отличный держак. Сколько нужно, отмотал, отрезал клубок на своем месте, на виду, мы все прекрасно знаем, где он находится. Поэтому, друзья, напишите в комментах, какие советы понравились, а какие кажутся вам бредом. Ну и, конечно, почему. Делитесь своим опытом, как вы выкручивались из таких видов работ и разных ситуаций. Это будет всем полезно. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, поддержи канал. Вам не сложно, а мне приятно. Ну и всем пока. Увидимся. Прикольно. Прикольно.